Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яков Шатагин, и мы сегодня с вами начинаем уникальный курс, курс видеоуроков по тем заповедям Торы, которые актуальны в наше время. К сожалению, у нас нет храма, поэтому огромное количество заповедей сегодня мы не можем выполнить по разным причинам. Великий праведник Хапец Хаим, который жил совсем недавно, он умер в 1933 году, он жил в Беларуси, он составил нам список тех великих прекрасных заповедей, которые повелевает нам Тора, и их можно выполнять даже сегодня. И наш курс мы посвящаем для возвышения души Надежды Бат Миланья, Ивана Бен Антон, Екатерины Бат Татьяна. Пускай их души находятся в райском саду с душами праведников. Итак, дорогие друзья, мы начинаем с вами уникальный курс, знать, какие заповеди актуальны, несмотря на то, что мы находимся в изгнании, нету храма, нету у нас первосвященника, нету у нас пепла красной коровы, которая очищает нас, но мы все равно можем выполнять большое количество заповедей. Итак, мы будем делать на каждую заповедь отдельное короткое видео. Дорогие друзья, первая заповедь, пишет нам Хафет Схаим, что в любое время, неважно географически, где мы живем, неважно мужчина, вы или женщина, вы можете выполнять уникальную заповедь. Кстати говоря, на иврите митсва, заповедь, переводится как соединение с Богом. Вот эти заповеди, они нас с Творцом соединяют, а у Него жизнь, все у Него, все ресурсы, когда мы с Ним, у нас все есть. А вот грех Авера, это уходить от Бога, это наоборот, Его как бы выталкивать из нашей жизни, отдалять Его, а когда Бога нету, жизни тоже нормальной нету. Поэтому вот первая заповедь, первая возможность контакта с Богом, максимальной связи с Ним. Заповедь истории, верить, что есть Творец Мироздания. Сколько людей думают, что мы произошли от инопланетян, от обезьян, вообще неважно как, большой взрыв, говорит нам Тора, есть Бог. В Торе написано в книге Шмот, я ваш Бог, который вывел вас из Египта на скрижалях, первая заповедь, и она актуальна даже в наше время. Надо верить, что есть Творец, и Он создал всех нас, и Он намного выше, чем наш мир материальный, который мы знаем. Нет у Него какого-то физического тела, никаких вообще физических проявлений. И Он за всем наблюдает. Он не просто создал и сказал, делайте, что хотите. Он ведет учет и контроль. Он все контролирует, и Он ждет наши хорошие поступки, чтобы нас наградить. И это самое-самое-самое основное. И кто не верит, что есть Творец у Мироздания, у него очень большие проблемы с Богом, потому что, когда ты не веришь в Бога, мира за миру, ты просто не имеешь никакого отношения к духовности. Ты отрезаешь себя от источника, ты уничтожаешь свою душу. И пишет нам Хапецхаим, что даже если человека заставляют отказаться публично и сказать, что нету Бога, обязан он отдать свою жизнь за свою веру. Настолько это важна первая заповедь, что есть Творец Мироздания. Самое главное, на 100% в это верить внутри себя, в своем сердце, в своей душе, что это абсолютная истина, что есть Творец у мира, который нас любит, который за нами наблюдает и все контролирует. Никогда не будет какой-то смены божественной власти. Был один, придет другой. Нет, он один, он будет всегда, и эта заповедь, она может быть применима, и она нас соединяет с Богом в любое время. Итак, дорогие друзья, мы с вами начали наш потрясающий курс, и мы закончили понимание, какая первая заповедь из списка Хапецхаима, которую можно применять в любое время.